Дисконтная АТБ, люди ходят, роются, что-то выбирают, какие-то ручки. Оттуда больших скидок был рядом, дождь лупашит, думаю, пережду немножко, вернее, сделал дела, еще один ливин начался. Уже не хотел заходить, но чуть-чуть подождем, уже не так. Видите, шапка с подсветкой на Хэллоуин, очень актуальна. Летом новогодние игрушки, после Хэллоуина, Хэллоуин предлагают, маска. О, если скоро карантин ведут, вот такую маску напялил и пошел красивый. В архивке для ЛНК, 55% скидка. Можно еще и кого-то посадить на нее. Гирлянда, стрельбитая гирлянда столом, 56% скидка, 42 гривна. Фигурки какие-то. Прям что-то такого интересного не вижу. чашка. И нафиг она нужна. Фигня какая-то. Сахетки, подставки под горячие. Ага. Такая-то фарфоровая. Я думаю, ткань. Мангал. Смотрите, 54% скидки. 160 гривен. Такое мангалище. Который поведет, наверное, сразу теркой. Тупая уже. Что она покрывает, никто не знает. О, дуйщики, смотрите. Теплый вентилятор. 64% скидка, 323 гривны. Если честная скидка, то нормальная. С регуляцией. Повертится. Плавится, воняет. All-inclusive. Обувь. Кеды можно себе купить. 134 гривны. Сейчас, если есть, там еще рубашки были. по 10 гривен. Видите. Видят, верятся на перепродажу. Вот закус под Nike Air Force. Видите? 120 гривен. Такие башмаки. Есть и ботинки. Которые ноги красят. 107 гривен. Вот 444 гривен. Вот зимние. Еще какие-то. Вот рубашки. Опа, ну а где скидка? А, вот смотрите, сарафан. Детский. 93% скидка в Узбекистан. Я их уже в течение года. На году они такие сарафаны. Вот 3 гривен. И рубашки под 13. Класс. Бомба, пушка, ракета, петарда. Тут всякие они штуки. Видите, люди выбирают, определяются. Счастье-то какое. Краски, расчески. А расческа чешешь, его у вас не выпадают. От китайского гноя. А тут что? Тут что-то всякое непонятное. Вон. Отражатель на шею для смартфона. Это вообще не кто-то такой. Хм, ну кто-то я думал. О, вот он, гаделька. Оно огромное. Я офигею. Без баяна просто. Ага, правда. Слышите. Ладно, это можно просто подождать. Ладно, короче, я-то не говорю, только насадку. Понял, только насадку на примерку. Ничего интересного я не увидел. Еще такого. Будем выбираться, но время не ждет. Дождик, вроде его затих немножко. У нас сейчас, друзья, сигнал воздушной тревоги. Отбоя, наверное, еще не было. Недавно сообщалось о активности российской авиации. О том, что летит быстрая цель, предположительно, ракета в сторону города Кривой Рог. Ну, а затем написали, что нема. Или сбили, или прилетело, или ветром сдуло. Кстати, небо, там уже, видите, солнышко. И ветер успокоился, то есть поприятнее обстановка становится. В общем, такие дела. Что тут сказать? Ракеты летают, еще что-то. Грязь, депрессия, уныние. Сейчас мне напишут, ты специально ходишь там, чтобы вот такое снять. Ну, да, вот это делать мне нефиг. Если кто-то работает, кажется, в пищенабельном офисе, и он таких видов не видит, это не значит, что у нас в городе такого нет. Понимаете? Я вам показываю реальность. Я вижу сигнал, да переходи ты. Это не значит, что если вы этого не видите, если ваш вид из окна, слава богу, лучше, там все круто, ну что, пивасик глушит средь белого дня, а то романтика. Это не значит, что как бы у других все так же. У меня канал о реальных событиях, о реальных событиях, о том, как выглядит город, что если это хорошо, это хорошо. Я называю белое-белое, черное-черное. В общем, так. Дождик не идет. Как быстро шагает пиваса, бахнул, и идет солдат по городу, по незнакомой улице. И от улыбок девищих, вся улица полна, не обижайтесь, девочки. Но для солдата главное, чтобы пивасика двушка в кармане дождалась. Донать-то? Здоровье для перемоги, донать-то? Куда донать-то? Он уже, кстати, то ли министр финансов, может, или кто-то задал вопрос депутатам. Как происходит так, что вы мобилизуете ребят, а они за свои деньги покупают снаряжение амуницией? Хотя, он озвучил сумму, каждый день выделяется сколько-то там миллиардов на это. Ну, в общем, надо почитать, запомнить. Я вам потом расскажу. Всем хорошего, приятного дня. Берегите себя, своих близких и до нового выхода на связь. Кстати, интересная тема, есть такая инфа, что у нас и рейды ТЦК, выходные, что к нам приехали иногородние, в частности, полтавские. И 16 полтавских ТЦК-штиков попали в реанимацию. Встретили их наши бравые ребята. Дурной пример заразителям. Ну, информация требует еще подтверждения. Вроде еще, говорят, в Киеве блокпост тоже подъехали ребята и дали мемеля. Но там есть след за футбольными фанатами. А что у нас в городе, нужно еще мониторить, узнавать. Потому что пока, как бы, ну, такой стопроцентной инфы дать не могу, что это было. То есть надо посмотреть. Ой, сигналят. Как-то мрачно. Так с утра солнышко было. Сейчас так все мрачно. Такая гадость. Это ваша заливная рыба. Все, всем бобра и до нового выхода на связь.